Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире очередной выпуск программы «Разговор о медицине». Сегодняшний выпуск посвящен псориазу. Мы так и назвали нашу тему «Что такое псориаз и как с ним жить?». У нас в гостях Золотнова Виктория Юрьевна, заведующая стационарным отделением кожного и нейрологического диспансера, врач высшей категории, кандидат в медицинский наук. Я вас рад приветствовать, Виктория Юрьевна. Здравствуйте, я тоже рада вас видеть. Виктория Юрьевна, ну вот псориаз, да, вообще по статистике Всемирной организации здравоохранения где-то примерно 2-4% страдают от псориаза, это вот на планете. Скажите, пожалуйста, вот откуда это заболевание берется, в каком возрасте оно появляется и передается ли оно по наследству? – Хочу рассказать о псориазе как вообще о дерматозе. Ну, действительно, это один из самых частых среди кожных заболеваний дерматоз. И это заболевание, оно мультифакториальное. В его развитии имеется много факторов. Один из ведущих – это генетический, то есть заболевание передается. – То есть по наследству же передается. – По наследству, да. И как бы в развитии этого заболевания есть такое, как в определении, мультифакториальность, многофакторность. Заболевание это передается по наследству. Если, например, вот, допустим, у одного родителя есть псориаз, то примерно в 25% случаев развивается псориаз у детей, если у двух – в 50% случаев. – То есть вероятность достаточно такая высокая, да? – Да, да. – Ну и вот псориаз все-таки это острое заболевание или хроническое? Что вы можете по этому сказать? – Ну, конечно, это хронический дерматоз, да. И он, как бы, имеет свои стадии развития. И когда даже мы добиваемся длительной ремиссии, то есть когда нет высыпаний, допустим, на кожу, каких-то других проявлений псориаза, мы все равно говорим, что дерматоз хронический. – Ну, Виктория, давайте сразу, вот вы уже сказали про проявление, да, немножко так заикнулись. Какие проявления псориаза должны насторожить человека, чтобы обратиться к врачу? И к какому врачу нужно в первую очередь идти? – Ну, псориаз, конечно, имеет много разных проявлений. Ну, мы, дерматологи, встречаемся с кожными проявлениями. Плюс псориаз поражает суставы. Вот, вот поэтому, ну, это достаточно насущные проблемы. – Это прям псориатические артриты бывает такой, да? – Псориатические артриты и поражение позвоночника, коленные артриты и мелких суставов. И поэтому эта проблема вот такая широкая, потому что приводит к инвалидизации. Высыпания на коже могут быть совершенно в различных местах. Ну, представлены они эти высыпания такими морфологическими элементами, как папулы, то есть возвышающиеся над уровнем кожи элементы, которые можно нащупать, ну, для простого человека, чтобы было понятно. – То есть прям пульпаторно, да, можно ощутить? – Да, можно потрогать и увидеть, что возвышаются эти высыпания. Они имеют окраску от бледно-розовой до ярко-красной. – То есть отличаются от других границ? – Обязательно отличаются. И эти высыпания, они покрыты шелушением. – То есть они, там присутствуют вот элементы зуда какого-то, да? – Да, могут сопровождаться зудом, но не всегда. – А вот псориаз всё-таки в каком возрасте он чаще всего появляется? – Чаще в возрасте от 25 до 45 лет, но, может быть, и в детском. Сейчас как бы вообще псориаз молодеет. – А вот такие заболевания, как, например, хронические заболевания, там сахарный диабет, заболевания нервной системы, аллергические реакции, они ухудшают течение псориаза или нет? – Конечно. – Влияют? – Каким образом? – Это так называемые сопутствующие заболевания, коморбидность, они утяжеляют течение псориаза. – И отягощают, да? – Да, отягощают течение. – И мы, наши руки связаны, мы не можем всю широту лекарственных средств назначать. – Понятно. Ну, то есть всё-таки вот образ жизни человека, вот вредной привычки, уж сразу об этом скажем. – Естественно. – Например, там курение, алкоголь, там неправильное питание, может быть, там, да? Ну, вообще образ жизни влияет как-то? Или какой образ жизни должен вести человек, чтобы всё-таки вот псориаз был какой-то, ну, хотя бы в стадии ремиссии, там, да, поменьше было бы рецидивов, обострений? Вот какой образ жизни нужно вести человеку? – Ну, считается, что больные псориазом, которые курят, они хуже вообще отвечают на терапию. А поражение печени – это сопутствующая псориаза. Патология чаще всего, как бы, есть нарушение функции печени. Очень часто у пациентов есть такие сопутствующие заболевания, а алкоголь утяжеляет это. Естественно, такие пациенты, они с более яркими проявлениями псориаза, более частые у них обострения. Естественно, как бы… – А тогда какой образ жизни лучше вести человеку? – Здоровый образ жизни, правильное питание, да. – Ну, то есть, как с любым другим заболеванием, да? – Ну, вообще любой человек… Какой должен человек соблюдать режим? – Понятно. – Вот. – Обязательно высыпаться, заниматься физкультурой и правильное питание. – Виктория Ильевна, а какие вот методы обследования, может быть, какие-то современные методики? Да, ну, понятно, что дерматологи, прежде всего, осмотр, да, человека. Может быть, там какие-то соскобы берут, там, да, гистологию. Ну, сейчас об этом немножко коснетесь, да? Но вот какие-то, может быть, современные методики, которые вот позволяют на ранних стадиях уже вот поймать, как говорится, вот это заболевание, да? Да ведь оно, как и любой другой, да, чем раньше его, наверное, выявивший, поставишь диагноз правильно, тем быстрее и свое время не будет лечение, и тем лучше прогноз, правильно? – Но при псориазе, как бы, клиническая картина, она редко вызывает затруднения. – Скрытая? – Наоборот, яркая. – Есть определенные симптомы псориаза, которые, как бы, каждый дерматолог знает, вот. Ну, это свои наши, там, приемы. Мы применяем поскабливание, пальпацию, высыпание. Но если уж клиническая картина нам не ясна, вот тогда можно применять гистологическое исследование. Но обычно, как бы, диагноз, ну, не вызывает затруднений. – То есть диагноз, в принципе, ставится, да? – Ну, а вот вы уже сказали, что псориаз – это все-таки хроническое заболевание, да? То есть нельзя его отнести к острым заболеваниям, да? Получается, то есть совсем выздороветь нельзя. – Нет, мы не говорим о выздоровлении при псориазе. – Да, да. Но стойкой ремиссии какой-то можно все-таки добиться? – Да, можно, конечно. – И какие методики у вас сейчас используются, может быть, лечение? Сразу давайте коснемся этого. – Ну, естественно, желательно, чтобы как бы пациент наблюдался у одного врача, если выставлен диагноз. Это очень важно, потому что, во-первых, амбулаторный врач всегда знает, когда направить при обострении в стационар. Всегда расскажет режим, как ухаживать за высыпанием, даже в период ремиссии. Вот, специальные средства есть уходовые для больных псориазом, даже если вот нет обострения, там, специальный крем, гель для душа, эмаленты, такие увлажняющие средства. Вот. И как бы вот это вот все очень даже эффективно, все предупреждает обострение. Ну, и есть всякие новые, современные, начиная от наружных средств. Очень много сейчас новых наружных средств для волосистой части головы и для кожи. Вот. Есть сейчас новые методики терапии псориаза. Вот. В частности, в стационарном отделении, допустим, применяется ПУВА-терапия в сочетании с цитостатическими препаратами. Ну, а особая группа препаратов, которая тормозит вот это безудержное размножение клеток в области псориатических элементов. Да. Сочетание с ретиноидами. Это тоже такая большая группа препаратов для лечения псориаза. ПУВА-терапия. Ну, это применение определенной длины волны ультрафиолета. Конечно, как все методы терапии, они имеют свои противопоказания. Естественно, врач все это учитывает. В больной проходит догоспитальное обследование, и тогда уже ему назначается определенный вид терапии. Ну, и современным вообще методом лечения это являются генноинженерные препараты. Вот, это очень большой прорыв в драматологии. Вот, это большая группа препаратов, которые вот подавляют течение псориаза. Они убирают и артриты, проявления на коже. Можно добиться значительного эффекта из-за чистой кожи. В нашей области доступны эти методы лечения? Да. У нас очень много пациентов получает такую терапию. Вот. И результат действительно, да, прям есть? Да, конечно, есть свои противопоказания. Да, эффект есть, больные довольны. Уже более 10 лет применяются такие препараты. Это я сейчас говорю про генноинженерную терапию. И ПУВА терапию примерно. То есть, никуда не нужно ехать, никуда там за пределы региона. Не надо ехать, все это доступно. Да, в областном кожевинодиспансере можно встать на учет. И потом, пройдя определенные обследования, получить такой вид терапии, если это показано. Естественно, это не просто один врач назначает эту терапию. Там собирается консилиум врачей, врачебной комиссии выносится положение о том, кому какой вид терапии из пациентов. Потому что, ну, это дорогостоящая терапия, естественно, как бы только решением врачебной комиссии. А вот душ, сауна, бани, да? Вот загар, например, там, да, солнечные лучи. Насколько это вообще можно людям с псориазом? Насколько это допустимо? И как это может влиять на течение болезни? Можно, но в период ремиссии. Вот, загар тоже, как бы, есть разные формы псориаза. Есть, которые обостряются зимой, а есть летние формы псориаза, которые от ультрафиолета, наоборот, становятся хуже. Вот, но мы всегда своим пациентам говорим, что всё нужно делать дозированно. Нельзя загорать до ожогов, потому что псориаз – это такое заболевание, в нём есть такое понятие, как изоморфная реакция. Если повреждается кожа, на месте повреждений появляются новые высыпания и, может быть, новое обострение. Вот таким пациентам ещё не очень рекомендуются всякие татуировки сейчас модные, вот эти все перманентные макияжи, потому что, особенно в период обострения, в период ремиссии ещё можно подумать об этом, но вот это тоже может вызывать обострение псориаза. Ну, а какие формы всё-таки псориаза бывают? Вот вы сказали, уже генерализованные формы бывают, да, то есть это такие обширные участки, да? Какой процент может быть поражение псориазом вообще, да, в целом? И может быть, какой-то очаговый, наверное, да, то есть такой локальный? Формы, расскажите, пожалуйста. Форм псориаза множество. Очень много, да? Да, есть клинические формы, есть в зависимости от распространённости, есть в зависимости от периода обострения, я немножко этого коснулась, зимняя, летняя форма, вот, есть смешанные течения, ну и по клиническим проявлениям есть форма, есть обыкновенный псориаз, ну, там особый... Прямо так называется обыкновенный псориаз? Обыкновенный, да, но мы называем его вульгарный, да, дерматологи, ну, это что значит в переводе на русский обыкновенный, да. Вот, значит, там обыкновенный псориаз, есть инверсный, это когда, например, у детей чаще бывает, и у эндокринологических больных с эндокринологической патологией, там, например, сахарный диабет чаще всего, когда псориаз локализуется в складках, очень, кстати, тяжёлый, поддающийся терапии псориаза. Есть ладонно-подошвенные, локализующиеся именно ладонных подошвах, изолированный псориаз в лосистой части головы, а от процента поражений тоже, как бы, есть определённые градации псориаза. Если, например, это распространённый псориаз, то есть универсальное поражение кожных покровов, это называется эритродермия, что значит красный человек. Псориатическая эритродермия, очень тяжёлое состояние. Есть ещё пустулёзный, перевод на обычный язык, это гнойный псориаз, хотя там нет каких-либо признаков пиадермии, это вот такая разновидность, тоже тяжёлый очень. Есть ограниченный такой пустулёзный псориаз, есть генерализованный. Такие виды псориаза иногда, особенно генерализованные, эритродермия, это даже требует иногда реанимационных мероприятий. Вот, тяжёлые, да, и очень тяжёлые псориатические артропатии. Такие пациенты, как бы, у них, ну, бывают даже деформации суставов различные, которые потом, если поздно начать терапию, ну, они не восстанавливаются. Вот такие суставы, и вот с такими деформациями люди живут всю свою жизнь, если не начать вовремя терапию. Не обратиться к врачам. Судя по нашему разговору, вообще, то есть самолечение, оно, в принципе, недопустимо. Да, какие-то народные средства, там, ещё что-то. Лучше, всегда лучше обратиться к специалистам, к нам, да, к людям в белых халатах. Вот об этом расскажите, чтобы действительно наши телезрители услышали, что не нужно слушать, там, у кого-то одно помогает, у другого другое помогает. Вот как вы к этому относитесь? Вот стоит всё-таки рисковать? Ну, вообще, можно запросто просто поставить неправильный диагноз. И всё. Врачи ещё 7 раз подумают, да, и посоветуются со своими коллегами, делают какой-то консилиум, чтобы не ошибиться, всегда же хочется помочь. Вот. А тут, как бы, можно расценить вообще другое заболевание из-за псориаз, что-то упустить, потому что, ну, действительно, здесь нужен глаз профессионала. Хотя бы один раз посмотреть, это уже половина успеха в постановке диагноза. Ну, вот некоторые любят там фотографии присылать, вот. Ну, естественно, это очень сложно. Поэтому нужна всё-таки очная консультация драматолога и рекомендации. Особенно по образу жизни. Это очень важно для лечения больных псориазом. Хотя, ну, многие не обращают, может быть, на это внимания. Но всё равно всё-таки мы заметили, те, кто не набирает вес, кто правильно старается питаться, у тех и псориаз протекает. Ну, естественно, не злоупотребляет там всякими вредными привычками другими. А вот псориаз протекает легче. Ну, я правильно понимаю, Виктория, что и наши телезрители, я думаю, также вот, что даже вот лечение само, оно зависит и от формы, да, и от локализации. То есть очень много таких аспектов. Не просто вот поставить диагноз псориаз, а вот именно вот поставить его форму, вариант какой, да, то есть это вот уже практически там, ну, сколько-то процентов, да, уже большой процент довольно-таки успеха, да, в лечении. Конечно, и вообще лечение очень различается от формы псориаза. Поэтому лучше к специалисту сразу. Конечно. Тогда давайте скажем, вот в первичном звене, да, мы всегда из программ в программу говорим, что очень важно, что вот наши медики, сейчас, конечно, им достается очень, да, вот, но на самом деле такая рутинная работа, да, и с этим, с ковидом, с коронавирусной инфекцией. Да, к сожалению, да. Да, но мы справляемся с этим, я думаю, что таким шагами все-таки идем, да, довольно-таки хорошими, да. Но, тем не менее, вот специалист первичного звена, вот, да, человек пришел там с каким-то жалобами, да, вот, как вы сказали, кожных проявлений, да, то есть к какому специалисту он, вот вы говорили, да, в первичном звене именно он может обратиться? Ведь это может быть и терапевт, да? То есть и терапевты... Вы знаете, вот дерматологическая служба устроена так, что во всех городских поликлиниках есть дерматологи. И очень просто попасть к ним, насколько я знаю. Да, это очень здорово, вот, ну, потому что, ну, вот у нас вот так, это замечательно. Да, в принципе, в каждом ЛПУ у нас есть, да. Да, и в принципе, да, вот первичный звен. Бывает и по два даже дерматолога. Да, бывает и по два, это хорошо. Но просто надо помнить, что областной кожевинодиспансер, который находится на родище в 97, туда тоже можно всегда обращаться. Не обязательно направление, нужно просто, ну, документ удостоверяющий личность, паспорт. Насколько я знаю, даже каждую субботу. И субботу тоже. То есть не то, что там вот две субботы или три, а у вас каждую субботу двери открыты. Да, и в субботу тоже, да, пожалуйста. И, по-моему, даже у вас несколько специалистов сразу работают, даже в выходные дни. Там много, да, специалистов, работают и лаборатории. Да, как бы, пожалуйста, как бы обращайтесь. В общем-то, много врачей на приеме, и мы, как бы, всегда все взаимосвязаны. И первичное звено, и диспансерсам, и стационарное отделение, как бы. Но единственное, стационарное отделение, конечно, проводит стационарную терапию, там более тяжелые. По показаниям уже, конечно. Да, по показаниям, там идет сортировка больных. Кто там была торна, потому что это, например, ограниченная форма, там псориазы-то не нужно, а кого-то стационар кладут. Виктория, ну, я думаю, что некоторые телезрители думают, а может, это заразно все-таки псориазы или не заразно? Давайте вот об этом скажем. Сам диагноз. Нет, конечно, это не заразно. Это наследственный больше драматоз. Ну, нет, он не заразный. Он передается по наследству больше. Виктория, ну, не могу не спросить тоже и такой психологический аспект. Вот человеку поставили диагноз псориаз, да? Ну, все-таки такой диагноз довольно-таки сложный, да? И лечение такое очень кропотливое, да? Надо прямо по ступеням все это идти, как говорится, к ремиссии. Психологический аспект. Вот как вы с человеком вообще... Вот вам пришел человек, вы поставили ему псориаз. Как-то вот надо все-таки подготовить его к этому диагнозу, как-то вот объяснить, что с ним можно жить с этим псориазом, да? Что с ним живут там до 100 лет, да? Но все-таки нужно при условии безукоризненно, значит, безукоснительно выполнять рекомендации врача, да? Ну, конечно. Как вы такую беседу строите? Ну, вот я бы, например, вот на своем премьере, и многие коллеги так... Я бы, вот, например, пациенту сказала, вы знаете, такое заболевание, конечно, это неприятно, что вам поставили такой диагноз, но его надо принять, и им можно научиться управлять. Вот, хорошая фраза. Да, мне вот нравится именно эта фраза, потому что, ну, есть люди, которые не приемлят болезнь. Вот, они стараются, они замыкаются. Ну, вот есть такое понятие, дерматологический индекс качества жизни. Вот у таких пациентов он очень, ну, как бы снижен, дерматологический этот индекс. Вот, даже, например, минимальные высыпания не могут вызывать больше страданий, чем, например, у больного распространенного псориаза. Мы говорим, вы знаете, если вы научитесь этим управлять, это не будет мешать ни вашей личной жизни. Если вы будете соблюдать все рекомендации, то, как бы, вы можете даже добиться длительной ремиссии. И если пациент верит врачу, ну, как бы выбирает именно своего доктора, вот, у него зачастую все получается. И я заметила, чем позитивнее настроен пациент, тем лучше исход выздоровления именно при псориазе. Ну, вот, достижение ремиссии, так скажем. Виктория, ну, и в завершении нашей программы, может быть, какие-то такие добрые советы нашим телезрителям? Ну, и как от доктора, да, дерматолога, я знаю, что у вас очень большой стаж и опыт очень колоссальный. Такие добрые советы нашим телезрителям? Ой, ну, какие добрые советы? Соблюдайте рекомендации врача. Сейчас очень много вот, ну, больные псориазом задают вообще вопросов по поводу вакцинации. Ну, у нас есть, ну, пациенты, которые, вот, хронические, они у нас получают вот эти генноинженерные препараты, да, о которых мы говорили, которые назначаются пожизненно, и мы добиваемся значительного успеха. Многие из пациентов, конечно, ну, прививались уже, и, в общем-то, существенного влияния, как бы, прививка на течение псориаза не оказала. Мы сейчас говорим о вакцинации от коронавирусной инфекции. От коронавирусной инфекции, да. Но хочу сказать, что те, кто переболел коронавирусной инфекцией, вот, к нам часто поступают с сильным обострением. То есть лучше профилактировать, носить маски, вакцинируйтесь, если, как бы, есть такая возможность, она у нас у всех есть. Вот, и, как бы, ну, не бойтесь этого. В период ремиссии, в принципе, это возможно. Сильное обострение, конечно, не желательно. Да, но мы сейчас тоже людям говорим, что сейчас уже нет времени думать уже, прививаться или не прививаться. Уже надо прям бегом идти и делать вакцинацию. Потому что, на самом деле, после вакцинации от коронавирусной инфекции нужно определенное время, да, там, чтобы выработали антитела, чтобы появился иммунитет, именно ответная реакция на встречу с ковидом, так называемым, да. Вот, поэтому сейчас быстрее надо идти и прививаться от этой заразы, да. Потому что и уже жить, как говорится, с высоко понятой головой, да, и не бояться действительно заболеть и получить какие-то осложнения, да. Потому что, ну, действительно, протекает очень тяжело сейчас, да, искусственная вентиляция легких, да. Ну, это же вообще тяжело очень все это. Препараты такие очень серьезные. Драматозы тяжелее протекают после. То есть, ваша, получается, категория пациентов, да, относится к группе риска, к которым однозначно нужно прививаться. Да. Им на шоу-мирской инфекции. Желательно, конечно, привиться. Особенно тем, кто вот такие препараты получил. И постфакциональная реакция, да, ну, в виде, там, температуры, да, там, какие-то, может быть, немножко ломота в теле, может быть, да. Ну, это нормально. То есть, такая же, как у всех абсолютно, абсолютно никакой разницы нет. Может быть, конечно, у нас там не такое большое количество, как в амбулаторном звене количестве, ну, пациентов. Но вот наши пациенты некоторые прививаются даже, очень даже все неплохо у них. Вот здоровье всем, вот, не болейте. И псориазом, и другими болезнями, и всем выздоровление. И если вам нужна помощь, обращайтесь в кожевендиспансер, который находится, это диспансерное отделение на Радищево-97. Мы всегда готовы вам помочь. Спасибо большое, Виктория Юрьевна. Ну, что ж, вот такой интересный разговор у нас сегодня получился. Я всем желаю здоровья, всем желаю удачи и успехов. До новых встреч. Ваш доктор Смирнов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова